Взаимодействие именно паразитарной формы, как белковой формы жизни, да, вот, потому что ведь у нас же есть 4 вида паразита, да, потому что мы говорим паразиты-паразиты, а все 4 типа, и грибы, и бактерии, и вирусы, и, значит, глистные инвазии, это все паразиты. Мы сейчас конкретно говорим о глистах, да, именно вот эти товарищи. Значит, и вот именно они, неважно какого вида, это все как бы, понятно, что есть там плюс-минус разная симптоматика, разная система жизни у них, жизнеобеспечение, кто-то может жить, и мы его вообще люди никак не ощущаем, а кто-то поселяется, и это сразу заметно. Например, таксокар, да, то есть если он начинает плодиться, у человека очень серьезный зуд, и первое, кстати говоря, что он ощущает, это не столько как бы паразитоз, его начинают думать, что он, ну, у него какой-то невроз, возможно, то есть он как-то излишне чешет кожу, ему начинают давать какие-то, скажем так, успокоительные препараты, и самым последним будет назначено, о, может быть, это таксокар, то есть самым последним. Вот я, кстати, в таких ситуациях наоборот-то самым первым делаю, да, потому что, ну, понятно, что современный мир, стрессы и все так далее, и все это прочее, безусловно, люди имеют нервозный, поэтому к чему говорю, что много неврологических, неврологических клиник, именно симптоматических, да, неврологических симптомов, они тоже говорят о наличии паразитоза в организме, будь то невероятное просто дотряски желание сладости, да, либо какой-то, ну, вообще такой непонятной пищи какой-то, да, смешение каких-то, не знаю, там, котлет, какого-то салата, залитого компота, понимаете, то есть какие-то странности, то есть какой-то токсичность, токсичного смешения пищи, что является для них нормой, да, у человека до стресса, до тряски начинается вот такое желание, это как бы один из моментов. Потом невозможность нормально спать, это тоже понятно, да, то есть это, то есть такая цепная реакция, и это тоже приводит к выматыванию нервной системы, то есть множество нервных заболеваний тоже, ну, как бы, на самом деле причина их может залегать в том числе и в паразитарной истории. Почему так? Потому что, ну, много процессов управления в том числе, как говорят, второй мозг это кишечник, да, я не знаю, мне кажется, я только ленивый об этом не говорил, ну, как бы, о, людям мир открылся, то есть, ну, умный думающий специалист, там, доктор, он знал об этом изначально, потому что изучая физиологию биохимии человека, это понятно в принципе, как бы, но, но почему-то нам сейчас как будто мир открылся, и все вот в кругом на слуху этот микробиом, вот, как будто это вот только вчера произошло, да, очень многие, в общем-то, еще старые школы, там, не знаю, там 60-х, 50-х годов, они, в общем-то, все это знали, и ничего это не ново, просто приходится уже доставать эти знания, потому что мы иначе просто не выживем вообще, если мы не начнем это, эти знания воспроизводит, человечество просто обречено как вид вообще, вот, и я абсолютно не утрирую, абсолютно, никого не пугаю, это просто факт, просто факт, потому что каждый второй человек погибающий, неважно любой возраст, любое заболевание, вскрытие показывает, что он просто зашит паразитами, да, неважно в какой зоне, поэтому, да, безусловно, нервные заболевания, они тоже связаны с паразитозом, ну, не все, безусловно, но с паразитозом именно глистным, да, имеется в виду, вот, потом, второй момент, это то, что, да, действительно, значит, глистные инвазии есть такие, которые могут управлять вашими реакциями, не только вкусовыми, вот, но и поведенческими, то есть человек ведет себя более агрессивно, да, например, та же самая аскорида, ведь она же, это, кстати, официальная клиника, это никто не придумал, да, это все знают, знали когда-то, что аскоридоз вызывает повышенную буйность, повышенную агрессию, а теперь умножьте все это на современный стресс, плюс там, на еще ряд процессов, которые в организме происходят, желчь застойная, которая тоже приводит к еще большей такой злости, да, и так далее, но я, конечно, под словом злость, имею в виду то, что человек не может этому сопротивляться, то есть происходят определенные химические реакции, которые постоянно ему в кровь вбрасываются, и он так или иначе становится еще более агрессивным, да, поэтому, ну, в общем-то, такое ощущение, знаете, это как одна из целей, чтобы иметь более агрессивное общество, это как бы, ну, как, как один момент такой, поэтому, безусловно, паразиты умеют управлять поведением человека в том числе, то есть именно в том числе и глистная форма, вот я уже не говорю про вирусную, так тебе так вообще еще больше, или там, или там грибы, грибы, это вообще целая цивилизация, она очень умная, вот, поэтому очень недооцененная людьми, кстати говоря, самое тяжело лечиться не паразит, это самая легкая форма, которой можно победить, самая тяжелая форма излечения от паразитоза, это грибы, это грибы, ну, еще более тяжелые где-то вирусы, наверное, но вирусы можно присмирить, как бы, а грибы, это очень серьезная история, но это отдельный разговор. Что касается, почему они так могут, именно глистные паразиты, потому что у них тоже есть, ну, понятно, свои процессы жизнедеятельности. Они тоже, я извиняюсь, ходят в туалет, кушают и все такое. У них тоже есть свои ферменты, такие же, как у нас. То есть мы для того, чтобы расщепить пищу, и когда нам хочется кушать, у нас выделяется слюна, и как бы мозг понимает, ага, мы хотим сладенького, кисленького, остренького, да, есть же такое. Но у них точно такой же механизм, ну, где-то, плюс-минус, похоже. Вот, у меня иногда складывается впечатление, но об этом лучше, конечно, поистологи расскажут, как будто они, как бы, копируют наши процессы, знаете. То есть вот интересный момент такой. И они точно так же, они тоже выделяют такой же фермент, но проблема в том, что в этом ферменте есть белок. Есть белок. А так запрограммирован наш организм, наши ДНК так работают, что оно обнаруживает, как бы, белок другого вида в организме, вырабатывает гистанин, то есть реакцию какую-то. И как только их огромное множество, ну, для того, чтобы мы просто не погибли. Потому что мы белок одного вида, и они белок другого вида. И тут кто кого. И для того, чтобы наш белок сохранился, мы, как белковая масса, да, сохранились, у нас есть иммунные клетки, которые называются лимфоциты, лимфоциты. Вот они как патруль, патрулируют по организму, в крови и так далее, для того, чтобы обнаруживать вот этих товарищей, да. Вот. И когда их очень много, вот. Поэтому, когда говорят, укреплять иммунную систему, это абсолютно не пустые слова. Абсолютно. Укреплять не в плане как-то мифически укрепить, а конкретно на клеточном уровне. Почему для меня как-то было важно именно создать такую организацию, которая занимается клеточным здоровьем, понимаете? Потому что вот эта вся обертка, как мы выглядим, она абсолютно не важна. Вот буквально сегодня были там двое деток, да, которые визуально, ну, просто здоровые детки, в общем, радости, счастья родителям, да, растет. Но когда их обследуешь, ну, просто шок. То есть это люди в детском возрасте, визуально дети, но по факту внутри-то 60-летние старички, понимаете? Но пока что это не видно. Самое страшное, что это выстрелит вот так, в один момент, когда их иммунная система рухнет. То есть, а под таким натиском постоянно, да, когда штурмуется, их замок, да, он, безусловно, рухнет в один момент. Поэтому, конечно, да, безусловно, значит, подводя итог этому, как говорится, вопросу, вопрос паразитарной именно инвазии глистной, да, они могут управлять нервной системой, раз, через вкусовые рецепты, через свою ферментативную, через свой ферментативный аппарат, впрыскивая нам в кровь необходимую. Мы как на игле сидим от них, да, это как отрава постоянно. Вот. Второе, это вызывая тоже неврологические проявления заболеваний. То есть, человек лечит какой-нибудь невроз, а у него на самом деле паразитоз. Человек лечит, например, там, не знаю, какой-нибудь там стресс, условно там, да, либо какое-нибудь там стрессовое похудение, сейчас модное это очень направление, ведь у него же причина есть, да, не только стрессы, которые там на работе человек получил. На самом деле, вот эти стрессы, которые мы получаем извне, организм очень сильно к этому адаптирован. Мы можем выживать в жаре, в холоде, там, я не знаю, в заморозке практически, да, то есть, без воды, без еды, и тут не можем выжить из-за какого-то стресса, но это смешно. Вот. Поэтому для того, чтобы у нас была еще ниже стрессоустойчивость, ну, скажем так, вот стараются еще целая группа агентов, которые называются паразиты, вирусы, бактерии, грибы, ну, и так далее. Редактор субтитров А.Семкин